Ну что, давненько я не делала видео о Фаберлик, но сейчас у меня перед глазами очень много всего. Здесь как косметика, так и товары для дома, поэтому мы сегодня с вами эту ситуацию исправим. Я вам обязательно обо всем расскажу. И, кстати, это уже, можно сказать, вторая часть видео о Фаберлик. В первой части я сделала обзор на обувь, которую я заказала. Это видео можно найти вот здесь вот под буквочкой I, и также я вам оставлю ссылку внизу. Обувь там есть очень интересная, посмотрите это видео обязательно, если вы его еще не смотрели. Сегодня же мы сосредоточимся на косметике, на товарах для дома. Но перед тем, как мы с вами приступим, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал. Это можно сделать, нажав на кнопку подписаться вот там вот внизу. Сразу нажимайте рядом колокольчик, тогда YouTube будет вас оповещать, как только выйдет мое новое видео. И давайте приступать. Декоративной косметики, к сожалению, у меня нет, потому что, опять-таки, декоративная косметика как-то как будто исчезла немножко с радара. И у меня такое впечатление, что бренд больше сосредотачивается на товарах для дома и на одежде. Вот эти вот категории пополняются просто постоянно. А декоративная косметика как будто меньше немного. Ну или у меня сложилось, по крайней мере, такое впечатление. Что касается того, что меня заинтересовало, то это несколько продуктов. И самый-самый лучший из них и самый крутой, это вот этот вот крем-масло для тела. Из линейки Fleur de Provence. Апельсин и ваниль, короче говоря, этот аромат называется. Это просто восхитительное масло для тела. Я, кстати, когда его заказывала, я не посмотрела на состав, вообще не обратила внимания на состав. И на состав я посмотрела после того, как я впервые им воспользовалась. Потому что, когда я начала наносить его на кожу, такое приятное было ощущение. Вот реально как будто очень такое мягкое питательное масло для кожи, которое, кажется, моментально преображает твою кожу. И после этого я решила посмотреть, что же там в составе, собственно. И основное действие здесь за счет каприлового триглицерида, а это фракция кокосового масла. Вот именно, наверное, вот это делает такое ощущение. Также здесь цатиориловый спирт есть в начале списка. Это, кстати, хороший спирт. И дальше глицерин, масло ши. В общем-то, очень-очень хороший состав. И действительно, это сразу ощущается. Вот только начинаешь наносить на кожу, и сразу понимаешь, что классно это масло для тела. Называется оно крем-масло для тела, и оно вот именно где-то так и ощущается. Быстро впитывается, достаточно долго тоже держится это ощущение на коже. В общем-то, я в полном восторге просто от этого крем-масла. И я абсолютно всем могу его советовать, потому что восхитительный абсолютно продукт. В таком же абсолютно аромате я взяла еще мист для тела. Тоже это апельсин и ваниль. Но вот, кстати, в мисте для тела мне этот аромат немножко как-то меньше нравится. Не могу сказать, что он прям какой-то неприятный или сильно отличается. Нет, но в то же время вот в мисте как-то он мне слегка меньше понравился. Тем не менее, мист, вот такие вот вообще мисты я использую, наверное, на каждый день. Даже когда я никуда не иду, я сижу дома, ничего особо не делаю. Вот я такие мисты использую по всему телу для того, чтобы просто как бы, ну, был какой-то приятный аромат, наверное, от меня. Здесь указано, что этот мист прекрасно освежает и дарит ощущение комфорта в течение дня, увлажняя и смягчая кожу. Но я вот именно этот эффект за ним не заметила. Но я его использую вот как такой вот, скажем так, домашний парфюм или парфюм обычного дня, скажем так. И что касается мистов, то гораздо больше мне понравился вот этот вот мист. Это карамбола и маракуйя аромат называется. Вот этот вот просто настолько приятный для меня аромат. Я не знаю, как его описать, но вообще, если это карамбола и маракуйя, то в парфюмерном мире его бы, наверное, обозвали компотом. Ну вот именно, да, вот такой вот фруктовый, скажем так, аромат. Но тем не менее, очень приятный. Ни сладкий, ни навязчивый, ни приторный. Он такой, скорее, свежефруктовый. Вот так бы я, наверное, его описала. Последнее, что я из косметики заказала, это было вот такое туалетное мыло. Опять-таки, в том же аромате апельсинный ваниль. Как видите, я сделала ставку именно на этот аромат, потому что большинство продуктов как раз-таки в этой линейке я заказала. Но в следующий раз, если я буду брать, я, наверное, все же отдам предпочтение вот этой линейке, потому что вот этот аромат немножко более приятен для меня. Туалетное мыло всегда заказываю, и всегда вот этими мылами я мою свои спонжи. Обычно для рук, для чего-то еще я их не использую, потому что мне проще пользоваться таким мылом жидким с дозатором. Но когда дело доходит до мытья спонжей, то здесь в ход идут все вот эти вот мыла, и они классно справляются со своей работой. Спонжи всегда и чистые, и приятно пахнут, и они достаточно долго служат. Кстати, небольшое такое объявление для тех, кому это интересно. Я, наконец-то, закончила свою татуировку. У меня недавно был последний сеанс, сейчас у меня рука замотана в специальную пленку для заживления татуировки. В общем-то, я уже практически готова закончить видео татуировки, и оно в ближайшее время выйдет на моем канале. Поэтому для тех, кому эта тема интересна, вот такое вот небольшое объявление. Что касается товаров для дома, то здесь меня очень сильно заинтересовала коллаборация с Юлией Высоцкой. Достаточно много там всего вышло, и я ухватила пару вещей, и вам, естественно, сейчас обо всем расскажу. Первое, что я взяла, это разного рода контейнеры. Вернее, они все одинаковые, только разные по размеру. Я взяла и большой, и средний, и маленький. У меня, к сожалению, нет третьей руки, чтобы тоже его поднять. Но, тем не менее, я их все размеры взяла для того, чтобы вам в первую очередь их продемонстрировать. Единственное, я немножко не поняла в политику ценообразования, потому что они достаточно сильно отличаются по размеру, но просто ничтожно мало отличаются по цене. И у меня сразу здесь срабатывает такая жаба, как бы если я могу получить что-то большое за практически те же деньги, то лучше, наверное, взять большое. Вот такой вот большой контейнер стоит практически столько же, сколько вот такой вот маленький, который, ну, грубо говоря, вот в два раза, наверное, точно меньше. По своему размеру здесь, как видите, я уже поселила сахар. И я считаю, да, что если уж брать, то лучше получить немножко больше за свои деньги. Но, тем не менее, не всем нужны, наверное, такие вот большие контейнеры. Что касается общего вида, да, этих контейнеров и вообще их качества, то у меня здесь не к чему передраться. Мне очень нравится и как они выглядят, и вообще дизайн этих контейнеров. И стоимость у них, в принципе, достаточно нормальная. Вообще, эти стеклянные контейнеры, даже вот просто если зайти в супермаркет, стоят каких-то бешеных денег. Я всегда, когда хотела заменить все свои пакетики на вот такие вот контейнеры, ну, я имею в виду пакетики там, не знаю, с кашами каким-то, с рисом и так далее. Я поняла, во сколько мне это обойдется, и я решила, нет, пускай лучше пока постоит в пакетике, как-нибудь по чуть-чуть, по чуть-чуть по одной штучке будут докупать. И как-то вот так вот постепенно, скажем так, избавляться. Здесь очень удобная и прочная крышка, ничего не просыпется, все классно закрывается. И в то же время ничего и не просыпается, и крышка сама по себе не открывается. В общем-то, я очень довольна. Дизайн мне тоже нравится, такой милашливый с этими лимончиками. Также из этой же коллекции я заказала вот такую вот кружку. Это кружка-банка. Я ее заказывала с одним единственным назначением. Я очень надеюсь, что хотя бы она заставит меня пить больше воды на протяжении дня, потому что я пью только кофе на протяжении дня. Вот воды я практически не пью. Если я за день стакан воды выпиваю, то это для меня уже рекорд. Я знаю, что это не очень хорошо, все-таки нужно пить именно воду. Поэтому, собственно, я и заказала эту кружку. Столько кофе я точно пить не буду. Но здесь, что удобно, я могу с утра просто налить сюда воду и поставить это где-то возле моего компьютера. И из-за того, что здесь есть трубочка, тоже очень удобно. Можно периодически по пару глотков делать. И даже если я начну с того, что я вот эту кружку буду выпивать, это уже будет для меня огромное достижение. И, кстати, эту кружку, когда увидел мой муж, он сказал, а ты мне такую заказала? А я такая, нет, я ее взяла только себе. Последние два продукта, которые я заказала, это товары для машины. Вообще для меня это было в новинку увидеть в каталоге что-то для машины. Потому что раньше у них этой линейки, насколько мне известно, вообще не было. И там все просто было распродано. Единственные две вещи, которые не были распроданы, это вот такой вот ароматизатор для машины. Я взяла цитрусовый, я не помню, есть ли там еще какие-то ароматы, по-моему, были. Выглядит он вот так. Вот предполагается, что он будет цепляться на зеркало заднего вида. Ну или можно его просто даже кинуть куда-то, не знаю, в бардачок, если у вас бардачок открытого типа. Или куда-нибудь где-то в дверь там, например, в машину. То есть это вы уже сами решаете. Но пахнет он очень сильно. Я вот когда открыла эту упаковку для того, чтобы вам это все продемонстрировать, оставила буквально, может, минут на 15, наверное, в комнате. И когда вернулась в комнату, вся комната была просто вот в этом цитрусовом аромате. Такой очень сильный цитрусовый аромат с очень яркой ноткой лайма. И здесь как раз-таки им нарисован лайм, лимон и апельсин. И еще тоже вот эта штука отправится сразу после съемки видео в машину. Это влажные салфетки для ухода за интерьером автомобиля. То есть всю приборную панель можно протирать, там руль можно протирать. Ну как бы абсолютно все можно протирать, что именно в салоне находится. Я их еще не пробовала, но я уверена, что они вполне справятся со своей задачей. И очень удобно, чтобы вот такие вот вещи всегда были в машине, потому что, ну, где-то что-то прольешь, или где-то что-то просыпется, или просто пыль как бы уже начинает собираться. И не всегда прям настолько часто ездишь на мойку, чтобы все поддерживать прям в стерильном состоянии. Поэтому вот такие вот штуки очень классно будут выручать. В упаковке вы получаете 30 штук. Этого должно хватить на очень длительное время. И давайте я сейчас, наверное, открою эту упаковку и покажу вам, как они выглядят. Ну, выглядят они как абсолютно обычные салфетки, скажем так, такие же продаются для рук. Как видите, эти салфетки по своему размеру не сильно больше, чем типичные, скажем так, салфетки для рук влажные. Вот этот момент меня, кстати, чуть подрастроил, потому что я все-таки думала, что раз вот такая вот большая упаковка, то здесь и салфетки эти тоже должны быть достаточно большие, но нет. Вот это, кстати, минус, потому что нужно посмотреть, как это все будет в действии. Но если они настолько маленькие, то, может, это и не имеет смысла. Может быть, просто стоит салфетки для рук покупать, потому что они гораздо дешевле. Ну, вот, собственно, и весь мой заказ Faberlic. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Возможно, я вам подсказала что-то интересненькое, чтобы такое заказать Faberlic. Если вам это видео понравилось, обязательно поставьте ему палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор еще не подписаны. Это можно сделать вот здесь вот. И также я для вас оставлю еще два видео, которые вы можете посмотреть. А если вы вдруг уже их смотрели, то мы с вами тогда увидимся в моем новом видео через несколько дней.